Харе Кришна, дорогие преданные! Поздравляю вас с самым главным праздником в нашем календаре Шигору Пурнимой. Ровно 535 лет назад Господь Читания Махапрабу в день солнечного затмения явился на земле Надии и благословил все миры своим явлением. Хотя о нем написано очень много и устами его современников и других вайшнавских ачарей, но один стих из третьей главы Ади Лилы Читания Чаритамри, это сам собой просится на ум, его приводит Шиила Кришнарский вираж Госвами, цитируя стих, написанный Шиилой Рупой Госвами. И в нем Рупа Госвами описывает удивительную милость Господа Читания. Он говорит, что милость Господа Читания такова, что просто одним своим, как он говорит, смиталу, кашу, кам, харати джигатам, яся парито, одним своим улыбающимся, исполненным радостью взглядом Господа Читания харати джигатам, яся парито, устраняет все невзгоды всех миров, всех вселенных. И человек, который просто слышит речи Господа Читания, дальше продолжает Рупа Госвами описывать проявление милости Господа Читания, просто слыша речи, одних этих речей Господа Читания или звуков святого имени, доносящихся из его уст, достаточно для того, чтобы лиана предности в сердцах всех людей сразу поросла пышной зеленью. Другими словами, речи Господа Читания Махапрабу и речи его близких спутников сами собой пробуждают Кришна Бхакти в сердце. И последнее, что говорит Рупа Госвами в этом стихе, это то, что просто принимая прибежище лотосных стоп Господа Читаний, падаламбам, просто принимая прибежище у них, камва праная тунахи преманевахам, кто же не обретет огромное количество буквально наводнения премы во своем сердце, если просто примет прибежище у лотосных стоп Господа Читаний Махапрабу. И поэтому Рупа Госвами говорит, я молю этого Господа Садева, Чайтанья Критир, который теперь явился в образе Господа Читаний, быть милостивым ко всем нам. Но говоря об этом, говоря о милостивом Господа Читаний Махапрабу, также мы должны помнить о ключе, о особом доступе к милостиву Господа Читаний, хотя, казалось бы, она доступна всем, но есть один очень важный элемент, который позволяет нам гарантированно получить милост Господа Читаний. Об этом элементе или важном факторе, который сможет заслужить внимание Господа Читаний, того самого улыбающегося взгляда искоса на нас, взгляда, который меняет природу материального мира, взгляда, благодаря которым вселенная, наполненная страданиями, Дух Халаем становится вдруг, Вишва Пурна Сука, это исполненное счастье, и даже Кайвалия, освобождение которого стремятся обрести самые возвышенные йоги, мистики, Гьяни становится подобным аду для премных, благодаря тому взгляду искоса Господа Читаний Махапрабу, и черные змеи чувств, которые наводят ужас на осадок, теряют свои ядовитые зубы. Так что же может заслужить этот особый взгляд искоса Господа Читаний, взгляд исполненной радости, милости, сострадания и благорасположения? Это милость его чистых преданных. В другом стихе, описывающем Господа Читаний Махапрабу, Прабу Нанда Сарасвати, его великий преданный и современный, говорит, Ачарья Дхармам, можно следовать сколь угодно, строго, Дхарми, Вет. Паричарья Вишну, можно сколь угодно долго поклоняться Господу Вишну с пышностью, с великолепием, по всем правилам Панчаратрики. Вечарья Тирдхани, можно странствовать по тысячам святых мест. Паричарья Тирдхани, Вечарья Видан, и можно размышлять над глубокомысленным содержанием Вет в течение долгих и долгих жизней. Но, если человек не примет прибежище Винана Гура Прия Падасы Вам, не примет прибежище у дорогих преданных или дорогого преданного Господа Читаний, вернее, даже не у него самого, а у его стоп, Винана Гура Прия Падасы Вам, не служа лотосным стопам чистого преданного Господа Читаний, человек никогда не сможет достичь «Видать и душ прапья падам в Аданти», прибежище во Вриндава, не сможет никогда не понять глубинную суть и смысл духовной практики, которую принес Господь Читаний. в форме харинамасан киртаны и сам господь читания махапрабу снова и снова напоминал своих наставлениях людям которые думали что могут получить его милость непосредственно что путь к его милости идет через милость его чистых преданных и разумеется нет более дорогого более близкого и более сокровенного более важного для нас и более доступного преданного господа читания махапрабу чем тот кто распространил его милость и его миссию по всему миру чем тот кто действительно взял эту гирлянду сотканную господом читаний с према и нам и и окружил этой гирляндой весь мир это шила правопада поэтому это день шибора парни моя вместе со всеми вами выражаю огромную благодарность шили правопаде за все то что он сделал для всего мира включая нас и благодаря ему в нашу жизнь вошла эта луна господа читания махапрабу в одной из лекций шила правопада в майпуре говорит мы называем господу читанию читания чандра и мы называем наш мандир храм в майпуре читания чандрадая потому что это храм откуда господь читания как луна худая возьмите вы войди взойдет над всем миром на горизонте и на небосклоне и он дальше говорит что мы не должны держать господа читанию запертом в комнате для себя и уж тем более зарабатывать на нем деньги нет мы должны добиться того чтобы господь читания воссиял на небосклоне жизни всех людей этого мира и так произошло с нами с вами со мной благодаря милости шила правопада единственный способ каким мы можем как-то попытаться выразить свою благодарность правопаде в адекватной форме за его милость за то что он стал тем проводником милости господа читания в нашей жизни жизни миллионов других людей это попытаться продолжать распространять эту миссию или милость господа читания маха прому дальше вот с этой молитвой и с этим пожеланием я хотел бы еще раз поздравить вас с замечательным праздником шингуру пурнимы и надеюсь что благодаря милости шила правопада и предшествующих а чаре которые он верно и чисто представляет луна господа читаний сегодня еще раз зайдет на горизонте нашего сердца никогда с него не скроется большое спасибо харе кришна